Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ плюс программа Топлодгалия. Я Лариса Кириллова. И как всегда в это время мы говорим о событиях, которые не остаются незамеченными как в нашей стране, так и в частности в нашем городе. И сегодня говорить будем о спорте, а также реализации молодежной политики в Дауглополсе. И в этом смысле 2023 год стал определяющим. А вот удалось ли достичь поставленных результатов, узнаем об этом прямо сейчас. У руководителя управления по делам молодежи спорта Дауглопольской городской думы Валерия Ленкевича. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер. Но традиции менять наши программы не будем и начинаем ее с обзора новостей. В Латвии установлены более жесткие требования безопасности для пешеходов, водителей электросамокатов и велосипедистов. Так, с 1 января этого года водители электросамокатов в возрасте до 17 лет в обязательном порядке должны будут использовать защитные шлемы, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения использовать светоотражающие элементы, например, светоотражающий жилет. Чтобы минимизировать возможные риски, водители электросамокатов должны будут ездить со скоростью не превышающей 25 км в час. При езде на велосипеде детям младше 16 лет необходимо будет пользоваться также защитным шлемом. Правила запрещают водителям электросамокатов и велосипедов ездить по проезжей части встречного движения. Уточнен порядок, определяющий места, где можно передвигаться и на роликовых коньках и досках для занятия спортом и активного отдыха в жилых зонах, не мешая пешеходов. И еще парламентская комиссия одобрила изменения к закону о дорожном движении. Штрафы за превышение скорости будут ужесточены. Поправки предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 км в час водители мопедов, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с полной массы до 7,5 тонн будут оштрафованы на сумму от 720 до 960 евро. Сейчас этот штраф составляет 360-480 евро. А также они будут лишены прав управления транспортным средством на 9 месяцев. Еще более строгое наказание предусмотрено при превышении скорости в населенном пункте. Штраф за это нарушение составит от 1040 евро до 1400 евро, а запрет на вождение от 9 до 12 месяцев. Если скорость в нежилых районах превышена на 61-70 км в час на автомобиле буксирующем прицеп, водители рискуют лишиться прав на срок от 1 года до 2 лет. Если же разрешенная скорость будет превышена более чем на 70 км в час, то водителю придется заплатить штраф в размере от 1400 евро до 2000 евро и распрощаться с правами на срок от года до 3 лет. Штраф за обгон на регулируемых или нерегулируемых перекрестках также будет увеличен. Служба в армии может затронуться латвийских спортсменов, в том числе тех, кто достиг успехов на международном уровне. В настоящее время законодательство предусматривает, что участники сборных команд могут отсрочить службу в государственной обороне до 26 лет, но не полностью ее избежать. Дело в том, что в рамках третьего призыва в службу государственной обороны подано недостаточно заявок, поэтому 23 января впервые в Латвии будет проведена так называемая лотерея по призыву в СГО среди совершеннолетних граждан страны, мужчин в возрасте от 24 лет и старше. Закон также предусматривает альтернативную службу, например, в рядах ЗМС Ардза. Однако, для профессиональных спортсменов этот вариант не очень-то и подходит, так как многие из них большую часть времени находятся не в Латвии. На данный момент уже определены 15 песен-финалистов, которые продолжат борьбу за звание самой ценной поп и рок-песни Музыкального банка 2023 года. В этом году впервые в истории шоу победитель среди 15 финальных песен будет определен исключительно голосами слушателей и зрителей. Во время прямой трансляции Музыкального банка 27 января в прямом эфире латвийского радио 2 и ЛТВ-1. Напомним, церемония награждения состоится в Дагуковском Олимпийском центре. В финале за самую ценную песню Музыкального банка 2023 будут бороться следующие исполнители. Это творческий тандем «Титы Зены и Лабри Легистипс», «Трианас Паркс», «Астронавты», «Прата Ветра», «Донс», «Каут Кайли», «Айя Андреева», «Интерс Бусалис» и другие именитые латвийские исполнители. К слову, в этом году все финалисты Музыкального банка получат специальные разработанные памятные награды. И вот мы вернулись в студию и начнем нашу программу со знакового события. 13 января в Риге Латвийская волейбольная федерация провела торжественную церемонию вручения наград года в волейболе. Итак, самая, наверное, приятная новость и неожиданная, что в этом году практически во всех номинациях призы уехали в Дагуфлс. Звание команды года по волейболу завоевала, опять-таки, Дагуфлска команда Эзерзем ДУ, тренером которой являются и Рихард Пукетес, и Андрей Адамович. Кстати, Рихард Пукетес был призван самым лучшим тренером года, опять-таки, в волейболе. Догополчанин Арманд Роккенс был признан восходящей звездой волейбола Латвии. Ну и догополчанка Анастасия Самойлова-Кравчонок вместе со своей напарницей завевали титул «Команда года по пляжному волейболу». Но по большому счету, Валерия, действительно радостное событие, особенно для болельщика волейбола, учитывая, что, как я уже сказала, до определенного времени с нашим волейболом было не все так просто. Даже иногда и плакать хотелось, потому что выбивали отовсюду, и руки у спортсменов, наверное, все-таки опускались. Тем не менее, одно дело стать чемпионом, а другое дело удержать этот титул на протяжении, ну, хотелось бы, длительного времени. Вот насколько наши спортсмены сегодня, наш клуб, действительно готов к таким испытаниям? Ну, наш клуб показал свою работу, показал своих, наверное, на протяжении последних пяти лет, после того, как они опустились на лигу ниже и пошли по новую свой путь, сменивши тренерский штаб. Они показали, на что они способны, на что они могут, и они развивались, прошли достаточно долгий путь, и это заслуженная победа. Они огромные молодцы, завоевав титул чемпионов Латвии. И видно, что с тренерским штабом тоже все в порядке, работают, и у ребят огромные успехи. И также, наверное, сама модель пирамида волейбола, наконец-то, мужского волейбола в городе полностью выстроена, когда и привлекаются воспитанники спортивной школы в большую команду, и у команды есть фармкоманда, когда они совместно работают с августовской краем команды, и они могут привлекать друг к другу и на тренировочный процесс игроков, и на игры. То есть, наконец-то, эта пирамида выстроена полностью, когда мы можем с уверенностью сказать, что у нас очень хорошая команда, и я уверена, что это только начало, и они будут развиваться и расти, и это не единственная победа, которая нас ждет. А каким вам видится вообще развитие волейболов? С учетом привлечения вот в такие уже взрослые команды воспитанников детской и юношеской спортивной школы, насколько сегодня интерес вот юных спортсменов, да, ребят, вот к такому виду спорта, или они выбирают что-то другое сегодня? Нет, у нас в Долгополской спортивной школе отдел волейбола, отделение волейбола, это одно из самых больших отделений по количеству воспитанников, и, естественно, такие громкие победы большой команды стимулируют и дают ребятам такую надежду, чтобы попасть в эту команду, естественно, желание растет. То есть в волейболе уже выстроена та пирамида, когда воспитанники спортивной школы стремятся попасть во взрослую команду, то есть у них есть цели, и они осознают, что играя на уровне чемпионата Латвии в определенных возрастных группах, им есть куда расти, и даже чтобы не уезжать из города и учиться в Долгополском университете или в каких-то других образовательных учреждениях, и у тебя есть возможность быть профессиональным спортсменом и быть спортсменом в своем городе, играть в своей команде, и это очень большое достижение для города, что у нас вот есть такая пирамида уже теперь существует. Может возникнуть какой-то период, когда действительно в команды будут принимать, знаете, как кастинг, вот кто лучше, тот в команде, кто не лучше, ну извини. Ну так сейчас, у нас основной состав команды так и есть, там играют только лучшие, но это в любом виде спорта так, в любую сборную попадают лучшие спортсмены, на то, это же спорт, но всегда есть фарм-клуб, всегда есть какие-то другие команды, ну то есть не так, что ты, ну да, что единственная команда, она весь город, и все. Да, тебе нечем больше заниматься, нет, это не так, но естественно, любая уже такого уровня команда выбирает себе лучших игроков, чтобы показывать куда на более лучшие результаты. Ну а если мы говорим о детском волейболе, ну как я так уже утрирую детский волейбол, да, что там сегодня происходит? У нас в конце года состоялось награждение, мы каждый год в конце года делаем награждение воспитанников спортивной школы, когда награждаем всех наших призеров чемпионатов Латвии, и волейбол тоже был один из тех видов спорта, где было названо очень много чемпионатов Латвии и по всем возрастным категориям, то есть у нас уже с достаточно малого возраста, когда дети выходят на уровень чемпионов Латвии, что в женском для девочек волейболе, что у парней, у мальчиков в юношеском волейболе очень большие достижения именно на уровне Латвии. Очень сильно. Вы знаете, ну в принципе и ранее, и сейчас как-то считается, что национальный вид спорта в Латвии, ну особенно любимый, это баскетбол. Ну я про хоккей сейчас не говорю, да, я говорю именно об этих видах, о баскетболе, волейболе. Волейбол как-то всегда был на втором месте. Вот как вы думаете, вот эта тенденция меняется или баскетбол, ну он недосягаем? Не могу так сказать именно про наш город. Если смотреть и даже смотреть с точки зрения зрителей и болельщиков, то мне кажется на одни и те же игры уже, если смотреть и волейбол, и баскетбол, приходит, ну на волейбол даже более зрелищный вид спорта у нас, ну по посещаемости посетителей является желающих больше посетить и фарм, фарм. Ну вот достижения ребят привлекло очень большое внимание. Если посмотреть, как проходили последние игры, когда ребята завоевывали, у нас были полные трибуны и невозможно было пройти на Кандалас, потому что там повезло, что это были еще и домашние игры и просто не проколкнуться было. Это просто фантастическая атмосфера для зрителей. А, кстати, вот к слову, а зал во Дворце культуры он используется или нет? Спортивный зал Дворца культуры это баскетбольный зал. Он используется, ежедневно загружен полностью. Его использует и спортивная школа, используемый мы как управление, когда организуем свои чемпионаты города по баскетболу. И, да, домашние игры тоже в основном проходят все там. Но там для волейбола площадка не будет? Нет, там только баскетбольный. Это чисто баскетбольный зал. А вот в этой связи вопрос. Смотрите, вы сказали, что интерес к волейболу растет, соответственно, появляется и больше команд, и больше детей, которые хотят заниматься. Площадка. Как разместить всех и удовлетворить желание всех, получается? Пока что у нас нет проблем со спортивными площадками, потому что у нас есть на Кандово с большой зал, где игры происходят в спортивной школе и тренировочный процесс. Это уже там у нас два зала. Один большой зал, где занимаются более уже взрослые команды, АСМ группы спортивной школы и большая команда. И есть малый зал, куда помещаются, естественно, дети поменьше. Также мы используем зал в Робош-Сарде, если нам необходимо. Они нам предоставляют тоже, мы арендуем спортивный зал. И также залы есть по городу в спортивных школах для маленьких возрастных групп. Естественно, тренировки проходят и в других микрорайонах города, не только в центре города. И для них полностью до определенного возраста достаточно обычного спортивного зала в школе. Ну, слава богу. О том, что ожидают другие командные виды спорта, поговорим буквально через несколько секунд. Итак, говорим о спорте, молодежной политике, но пока все-таки уделяем внимание спортивным мероприятиям и событиям, которые произошли в мире спорта в нашем городе. Вот говоря о командных видах спорта, понятно, с волейболом мы разобрались, но есть еще баскетбол, есть еще футбол, хоккей. Что с ними? На данный момент, если начнем с хоккея, то большой команды в городе нет. У нас даже нет воспитанников в спортивной школе, в высшей возрастной группе, которые бы могли играть, ну, достойно играть на уровне высшей лиги пока что, а финансирование на создание большой команды – это очень большое финансирование. И пока что мы решили строить тоже похожую пирамиду, как в волейболе, то есть начать с деток и растить уже свою большую команду. И когда мы дорастем и будем готовы вернуться в высшую лигу, мы в нее вернемся. Что касается баскетбола женского, то девушки играют. В прошлом году, в 22-23 спортивный сезон, они заняли 10-е место в Балтийской лиге и 5-е место в Латвийской лиге. Тоже достаточно девушки хорошо играют. В составе баскетбольной женской команды взрослой очень много именно воспитанниц спортивной школы, которая АСМ-группа, то есть это последняя возрастная группа спортивной школы. То есть команда тоже выстроена, достаточно хорошая пирамида в виде спорта, что они все попадают, ну, лучшие игроки попадают в большую команду и участвуют в городской командой почти без привлечения каких-то профессиональных спортсменов и играют сами, это очень большое. Также у нас есть женский волейбол, взрослая команда. Они тоже заняли 10-е место в Балтийской лиге и 4-е место на чемпионате Латвии. Там чуть-чуть похуже, наверное, ситуация. Именно с воспитанниками спортивной школы до конца пирамида еще не работает так, как бы мы хотели. Ну, девушки играют, играют на уровне, пока что как могут, но привлечены. В основном, ну, такие бывшие спортсмены, бывшие воспитанники спортивной школы. Что с мужским баскетболом? В последнее время тоже очень внимание приковано. Мужской баскетбол у нас начал развиваться с третьего дивизиона и развивается очень активно, я бы сказала, потому что если прийти на их игры и их атмосферу, попасть вот как раз в дворе скультуры, в спортивный зал, у них там происходят игры, но атмосфера там фантастически спортивная, потому что туда приходят болельщики с барабанами, тоже полные трибуны зрителей. И мы начинаем этап развития баскетбола мужского в городе. То есть мы будем выращивать команду, которая тоже потом выйдет в высшую лигу и будет играть. Мы начали с спортивной школы, там созданы возрастные группы и привлечены тренера именно для мужского баскетбола. И вот также создана команда городская, которая будет уже по чуть-чуть выходить и играть на высшем уровне с каждым годом. Ну а что с футболом? Потому что футбол в нашем городе любят, и дети играют, и подростки играют, и взрослые люди играют. Футбол в 2023 году занял седьмое место в высшей лиге и остались. У футбола тоже заключен наконец-то в прошлом году. У нас самоуправление заключило соглашение с академией, с частным клубом между спортивной школой и самоуправлением олимпийским центром о развитии футбола вообще в городе и развитии инфраструктуры футбольной в городе. И сейчас уже опять эта модель выстроена работой, и они тоже привлекают и воспитанников спортивной школы в свою большую команду, и также проводят, клуб проводят какие-то тренировочные процессы для воспитанников спортивной школы. И воспитанники спортивной школы также видят, что им есть куда стремиться, в какую команду попасть. И то есть тут тоже процесс налажен. Но тут, наверное, футбольная федерация, у них даже в самой федерации достаточно разработаны четкие регламенты, как работают академии, какие возможны сотрудничества, и как вообще федерация, наверное, помогает и академиям, и спортивным школам. Вы заговорили о помощи. Мы все прекрасно понимаем, чтобы спорт развивался, вам необходимо финансирование. Мы все прекрасно понимаем, что в 2024 году городской бюджет будет не таким хорошим, как бы нам всем хотелось бы. А как известно, самоуправление является одним из, по большому счету, инвесторов нашего спорта в Далгоплосе. Итак, что с финансированием на 2024 год? Придется резать этот ваш спортивный бюджет или как-то будем выкручиваться? Тут очень с таким сожалению хочется сказать, что бюджет и спортивный, и молодежный, то есть вообще и он, то есть спорта, параллельный бюджет, будет сокращен. Такая программа, как поддержка спортивных организаций, она останется. Останется, может быть, не на таком большом уровне, потому что мы вынуждены от чего-то отказываться, но большие клубы будут поддержаны финансированием, чтобы они смогли дальше развиваться и развивать спорт в городе, потому что мы видим результаты, видим показатели, что это необходимо городу, если мы хотим развивать, содержав какую-то большую команду, мы развиваем и тоже воспитанников спортивной школы, что они видят, куда есть расти, и вообще интерес детей, юношек, спорту, и это очень важно. Ну, если мы говорим в том числе и о росте, то спортсмены, которые занимаются индивидуальными видами спорта, тоже хотят и развиваться, и достигать высоких целей, опять-таки без наличия финансирования это сделать очень сложно. Своих средств подчас недостаточно, что с ними? У нас тоже в управлении есть, самоуправлением утверждены два порядка, двое правил. По каким критериям спортсмены высшего уровня могут получить софинансирование от самоуправления, и также правила, как самоуправление финансирует долгопилских спортсменов в участие в латвийских и международных соревнованиях. И уже все спортсмены знают, что каждый год в одних правилах до сентября, в других правилах до ноября они должны подать заявку на это софинансирование. Мы также рассматриваем каждую заявку индивидуально, и в рамках бюджета, насколько возможно, потом вкладываем в бюджет и поддерживаем спортсмены. Наши спортсмены-индивидуалисты, они особенные, они по большому счету все призеры чемпионатов мира, кто-то побывал на Олимпиаде, призеры чемпионатов Европы и так далее, и так далее. Вот на всех хватит софинансирования действительно, потому что каждому нужно провести подготовку к тому или иному турниру, форму набрать. Высшего уровня спортсмены, показывающие высшие результаты, естественно, они будут поддержаны. Но может быть не в том объеме, в каком они бы хотели, но тот минимальный пакет обязательно им будет предоставлен, особенно спортсмены, которые сейчас готовятся к Олимпийским играм и будут пытаться отобраться и на чемпионаты мира, и на чемпионаты Европы. Естественно, мы их поддерживаем. Мы понимаем, что без поддержки самоуправления они это сделать не смогут. Поэтому да, высший спорт будет поддержан. Но и также воспитанники, которые еще являются в спортивной школе, то есть у них еще один источник финансирования, это спортивная школа, то они тоже обеспечивают какую-то минимальную поддержку на соревнованиях тоже в спортивной школе. В прошлом году очень актуально звучал вопрос, скажем так, о родительском софинансировании в спортивной школе. Эта схема сегодня работает успешно? Ну так как мы в сентябре ввели новые платы, поменяли наши правила, правила, связующие в самоуправлении и подняли плату. Потом у нас было так, как в правилах мы описали, что эти деньги будут тратиться не только на доплату тренеров, а также могут быть использованы на тренировочный процесс. Мы решили, что будет создан родительский педсовет, который будет решать, куда будет идти это софинансирование. На данный момент в большинстве видах спорта это было решено, что 50 на 50 или 75 на 25 идет. То есть мы, как и говорили, этих 10 евро остаются тренерам, а все остальное идет или на командировку, или на экипировку. Еще вопрос, куда будет идти вот эта вторая часть, мы еще, это пока что идет накопление. Будет создан родительский еще один совет, и тогда они уже решат, что они хотят или эти деньги перенаправить на командировки, на какие-то поездки, или купить экипировку, или какой-то инвентарь для конкретного вида спорта. То есть решает конкретный вид спорта. То есть схема работает, и у всех она устраивает на сегодняшний день. Ну а буквально через несколько секунд мы начнем говорить о том, кто сегодня готовит наших спортсменов к чемпионским титулам. В нашей программе еще будет одна заявленная тема, это все-таки молодежная политика и волонтеры. Но перед этим хотелось бы обсудить еще один очень важный вопрос, касается тренерского состава. Все мы знаем, что в начале нового учебного года из детской спортивной школы либо были уволены, либо сами уволились. Но определенная часть тренеров, но это достаточно большое количество педагогов. Кроме этого, в конце этого года родители воспитанников уже, ну скажем так, школы фигурного катания обратились в самоуправлению с просьбой помочь найти профессионального тренера, ну чтобы у детей тоже была бы перспектива роста. Валерия, вот насколько действительно сегодня актуален вопрос привлечения профессионалов, вот этот учебный процесс юных спортсменов? Что касается именно фигурного катания, там действительно есть проблема и найти тренера. Ну мы ищем по всей Латвии, то есть мы не просто выставляем вакансии на своих социальных страницах или на Дребене Тебес Валста Агентура, мы обзваниваем и федерацию, и общаемся с Локом, и словом в том, чтобы нам помогли, привлекли тренера для фигурного катания, потому что мы обзвонили, во-первых, специалистов именно тренеров, сертифицированных по фигурному катанию, в стране очень мало, и мы обзвонили всех возможных, которых вообще знали по каким-то связям, и не только мы, спасибо Олимпийскому центру, он тоже привлекся и тоже пытался поговорить, но очень многие не хотят ехать именно в город Догу, во-первых, потому что это далеко от Риги, и тот график, естественно, мы понимаем, что тренер не может приезжать на два дня, раз в две недели, ну то есть никакой тренерочный процесс не будет обеспечен. На данный момент ведутся переговоры с еще одним тренером, который готов будет приезжать на неделю и у нас в город Догу был себе тренировать деток, но тренировочный процесс в данный момент в фигурном катании происходит, то есть у них, наверное, больше такое развивающее ОФП происходит, когда мы привлекаем хоккейных тренеров, ну чтобы девочки не забывали, что такое вообще лед, и что надо выходить, но да, проблема существует, над которой мы очень усердно работаем, то есть мы не отложили ее куда-то и не ждем, пока она решится сама, а пытаемся еще как-то ее решить. Что касается других видах спорта, то там, наверное, чуть-чуть ситуация попроще, весь полностью тренировочный процесс происходит по плану, и даже если какой-то тренер на данный момент отстранен или уволился, и еще не привлечен молодой специалист, то какие-то группы просто скомплектовали вместе, и они тренируются. Ну вот закономерно возникает вопрос, а почему бы не привлечь к этому учебному процессу, но опять-таки, если эти люди согласны, наших именитых, да, выпускных спортсменов, возможно, кто-то из них уже завершает свою профессиональную деятельность, ну, возможно, кто-то продолжает, но какое-то время, может быть, остается. Что вот, скажем так, с преемственностью поколений, или эти люди, может быть, завершают свою спортивную карьеру, просто уезжают из города и все, и вот что? Что касается наших именитых, уже знаменитых спортсменов, на самом деле, очень приятно осознать, что очень многие из этих спортсменов остаются работать в спортивной школе, и если говорить такие, как про Юрий Семенов, паралимпиец наш, он очень успешно работает тренером по плаванию, и у него полная группа, и полная загрузка в спортивной школе. Также Александр Юркьян, тренер греко-римской борьбы, классической борьбы, тоже работает на полную ставку в спортивной школе, и еще до сих пор является успешным спортсменом и показывает очень высокие результаты на мировой арене в борьбе. Арина Олинова закончила Вингрошину, гимнастику, и сейчас начала работать у нас в спортивной школе, и на самом деле этот список очень длинный из молодых спортсменов хорошего уровня, высшего уровня спортсменов, которые работают в спортивной школе, и очень приятно осознать, что многие из них остаются. Естественно, не все. Есть спортсмены, которые выбрали иной путь какой-то после именно завершения спортивной карьеры, получили образование и решили стать кем-то другим, физиотерапевтом, или выбрав просто другую профессию, потому что, может быть, спорта в жизни уже хватилось, и хочется попробовать что-то иное. Но в любом случае... Смотрите, пользуясь возможностью, какие виды спорта нуждаются в новом пополнении педагогов, можете сказать? Мне кажется, вообще любой вид спорта будет только рад молодому специалисту, потому что у молодых специалистов уже новый взгляд. То есть у нас очень много есть молодых тренеров, но поколение все равно надо менять, и молодежь всегда приветствуется, как только появляется воспитанник, который желает прийти в спортивную школу, мы хотя бы на минимальных 6 часов, на набор, или его пытаемся представить какому-то второму более опытному тренеру, чтобы они работали. Наверное, сейчас самая большая у нас проблема это фигурное катание, про которое мы говорим, что нам нужны тренера. Наверное, также можно говорить про фехтование, можно говорить про стрельбу, и можно говорить, что, наверное, в борьбе тоже молодых специалистов можно, потому что у нас очень много видов борьбы, и женская, ну, то есть она вольная, но она есть и женская, и мужская, хоть она сейчас уже не сильно разделяется, но в любом случае также греко-римская, и желающих очень много. Если в греко-римской, в классической борьбе там достаточно молодой тренерский состав, и у них очень много молодых воспитанников, и они развиваются, и видно, как растет желание детей заниматься, то в каких-то определенных видах спорта может быть хотелось больше привлекать этих молодых спортсменов. Ну что ж, от спорта перейдем все-таки к молодежной политике, хотя времени так уж и много. На ваш взгляд, Валерия, вот учитывая, что молодежная политика сегодня находится в ведении вашего управления, да, все ли сделать удалось в 2023 году? Опять-таки, для молодежной политики в городе прошлый год был определяющим. Наверное, так как я уже во многих интервью говорила, что для меня прошлый год был этот год вызова, потому что для меня это был первый год вообще с молодежной сферой. Я не знала, если в спорте я работала до этого много лет, то с молодежью не работала вообще, и не понимала, что это такое. И для меня был вызов на год вообще, наверное, вначале начать с документальной частью города именно в создании молодежной сферы. И один из этапов, это был утвердить молодежную политику, которая даст нам возможность работать в этом году уже четко по плану. То есть, оставляя бюджет этого года, у нас есть документ, который говорит о том, что мы должны делать и куда мы должны близиться, двигаться и что развивать в нашем городе, то да, мы достаточно за один год шагнули вперед, показав молодежи, что молодежное движение в городе есть, что оно начинает опять подниматься, развиваться. То есть у нас открылся инновационный центр на районе 69, то есть он очень востребован среди молодежи. Там, наверное, 8 мероприятий в среднем в месяц происходят для молодежи, и у молодежи есть возможность прийти туда и реализовать какую-то свою инициативу, и они этим пользуются. То есть мы видим, что для них это необходимо, и они активно в этом участвуют. То есть такой год, был год, когда мы показывали, что показывали и пытались вовлечь молодежь в молодежную жизнь города и как-то это совместить вместе со спортом, чтобы это все так гармонично для нас было, как и для управления. И достаточно успешно мы прошли этот год, реализовав много мероприятий и утвердив все нужные документы, по которым мы сейчас будем работать. Я так понимаю, что в центре молодежи инициатив там ожидается большой ремонт, да? Или это проект будущего? Пока что это еще, да, это проект будущего, о котором мы мечтаем. Есть проектная документация, как он должен выглядеть. Она разработана на протяжении двух лет ее разрабатывали, наконец-то в этом году, даже на протяжении трех лет, и сдали работу уже полностью, приняли проект. И теперь будем надеяться, что он будет развиваться. Но пока есть возможность, я просто для, если вдруг ребята будут, молодежь моя, смотреть, скажу, что у нас новость именно касающая ранее 69. Мы с января месяца, с этого понедельника начали работать по-новому. Если раньше молодежный центр работал с 4 до 8 вечера для молодежи, то теперь он будет открыть с 8 утра до 8 вечера. То есть в первой половине дня с 8 утра до 4 дня молодежь может прийти и задать любой его интересующий вопрос, касающийся молодежной спортивной сферы, потому что там будет находиться офис с молодежных специалистов нашего города. То есть мы создали то место, куда ребята могут знать, чтобы им не ходить, не искать офис в одном месте, а дом молодежи в другом, все будет находиться в одном месте. И вот в это время, придя, они могут там найти молодежных сотрудников нашего города. И в завершении нашей программы еще один вопрос, тоже касается молодежи. Мы все знаем Латвийский Красный Крест, добровольцев, добровольческое движение, другие какие-то организации, благотворительные, которые тоже пользуются, ну скажем так, руками волонтеров. Что вот с молодежной политикой? Я знаю, что одна из ваших целей это создать такое волонтерское движение в городе, ну и как бы привлекать их к организации мероприятий, ну управления молодежью спорта. Удалось это сделать? Активные люди? Очень популярна вот эта, скажем так, тема молодежной системы? Очень бы хотела сказать, что мы бы хотели, чтобы она стала еще популярнее. И для этого мы будем делать все возможное в этом году. То есть тоже мы разработали механизм, как в самоуправлении должна работать вообще этот механизм молодежного движения, чтобы мы могли контролировать и видеть, сколько у нас вообще волонтеров в городе есть. И сейчас, наверное, это вот начинается этап, когда мы будем и выходить с зумами у возможности всех подключиться и рассказывать вообще про волонтерское движение. Также мы пойдем по всем общеобразовательным учреждениям и будем рассказывать, что у нас такое движение существует и что ребятам нужно делать, чтобы в него попасть. Что касается прошлого года, в декабре у нас было награждение, когда мы говорили спасибо волонтерам за их труд, то мы наградили 37 активных молодежных... Лидеров? Да, лидеров. Это которые принимали не в одном, а в больших наших мероприятиях и поддерживали нас на протяжении года. То есть есть кому говорить спасибо, и мы им очень благодарны, и надеемся, что мы будем расти в этом направлении тоже. Ну что ж, вот на этой ноте мы завершаем наш с вами сегодняшний эфир. До свидания. Спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова